Приветствую вас, Ирина. Ирина, давайте разберём вопрос, который вы задаёте, и постараемся на него ответить. Глобально вы описываете два момента, ну два таких ключевых момента, важных момента. Первый момент касается того, что молодой человек всё время жалуется, что вы для него ничего не делаете, когда ему плохо, и обвиняют вас. В той или иной степени, иногда явно, иногда не очень, но обвиняют. Второй момент, это момент того, что вы на расстоянии. Встречаетесь с человеком. Вы знаете, вот, по первому пункту я могу сказать, что мужчина манипулирует вами. И манипулирует он вами на чувство вины перед ним, которое у вас есть. То есть это, по факту, сомнение в том, а всё ли вы для него делаете. По факту, это сомнение в том, а насколько вы близки с ним. Это сомнение в том, можете ли вы нести ответственность в отношениях только за себя. Потому что он как раз таки провоцирует вас своими действиями на то, чтобы, ну, на то, чтобы вы несли ответственность из-за него. Он пытается переложить эту ответственность на вас за себя. за свои, ну, переживания, за свою боль, которая у него может быть есть, свои проблемы. И возникает вопрос, как любовь ваша, то есть заинтересованность в личностном росте, в развитии человека, связанность с тем, чтобы помогать человеку решать проблемы. И не просто помогать, помогать можно и нужно, а полностью отвечать за ПО, как мужчина себя чувствует. То есть вы, стараясь решить его проблемы, у вас не получается, но вы стараетесь. Попитываете его такое покинутое поведение, покинутое чувство, одиночество, брошенность. Потому что вы демонстрируете ему его реальность, реальность этого состояния. Что, собственно говоря, и является проблемой. Что, собственно говоря, и является основной трудностью. Вот причины, по которым вы берете на себя ответственность за проблемы мужчины, именно проблемы. Не за то, чтобы помочь ему их решить, да? Дать ему то, чего у него нет. Ваши сомнения в себе, проблемы с установкой личной границы ответственности, склонность к обвинению, заниженная самооценка, вероятно, является здесь предметом для дальнейшей работы. Вероятно, есть страх быть брошенной, но это не точно. Мужчине не нужно, чтобы вы действительно могли ему помочь, потому что тогда для человека не останется смыслом делать то, что он делает. Напротив, человеку необходимо, чтобы вы находились вот в таком ищущем состоянии, ищущем способы помочь состоянию. Вот в этом и заключается проблема. Ну, можно назвать ваши отношения созависимыми, потому что молодой человек, очевидно, вас нуждается в чем-то, вы в нем очевидно нуждаетесь, раз терпите такое поведение, и не считаете его чем-то ненормальным. Вот, и, соответственно, созависимость. Дальше. Отношения на расстоянии, в принципе, возможны только в том случае, если есть чётко. Чёткое понимание того, как и когда вы будете вместе. Нет, одно дело, если вам нравится просто встречаться друг с другом периодически, и проводить время, это одно дело. Это вообще всё в порядке. Люди встречаются, просто проводят время, там, развлекаются, там, разговаривают, сексом занимаются, там, ещё чем-то. Это всё в порядке. Если это именно времяпровождение, такое вот, приятное времяпровождение друг с другом. Но если это отношения, именно отношения, то у них есть проблемы на расстоянии. Такие проблемы, как высокий уровень высокий уровень домысливания, высокий уровень дорисовывания, высокий уровень образности такого, такого рода отношений. И в психологии принято считать, что люди строят отношения на расстоянии для того, чтобы не строить их в реальной жизни, потому что строить отношения в реальной жизни люди либо боятся, либо не хотят. А на расстоянии, вроде как, всё достаточно просто. И сейчас всё ведёт к тому, то, что вы описываете, всё ведёт к тому, что у вас не будет именно серьёзных отношений. Вы будете ссориться. Возможно, будете вместе. Вы будете ссориться. И либо кто-то из вас будет несчастлив, либо кто-то просто смирится. Но именно вот таких счастливых отношений на данный момент без работы с вами и с молодым человеком вашим не получится. И это не случайно. Не случайно вы не выстраиваете серьёзных отношений, таких вот спокойных и так далее. По первой причине, почему вы и принимаете все эти вещи, которые даёт вам мужчина. То есть, я имею ввиду, принимаете его негатив, его обвинения, его требования в целом, его инвентивное достаточно поведение. И безответственно. Вот. Вот так. Примерно. И вы находитесь здесь, в позиции жертвы, потому что вы должны искать способ общаться. Искать способ человека к себе расположить. Но расположенность к вам мужчины не интересует. К сожалению. От слова совсем. В этой ситуации необходимо работать над теми вещами, которые я сказал в первом моменте. И из них будут плавно образовываться наоборот. Ну все остальное. Но это все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена.